Дорогие братья и сестры, когда-то Иисус Христос фарисеям дал определенные ответы, определенную четкую задачу или как бы определенные слова по поводу своего второго пришествия. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами поразмышляли над одной судьбой одного человека. Эта судьба, она очень близка по отношению к нам. Почему? Потому что мы тоже двигаемся в определенном направлении, мы тоже идем по определенному пути ко спасению. И вот как-то фарисеи спросили Иисуса Христа по поводу второго пришествия. В Евангелии от Луки, 17 главе, он начинает перечислять те события, и 31 стихом говорится следующие слова. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. «Вспоминайте жену Лотову. Кто стремится сберечь душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будет двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится, две будут молотить вместе, одна возьмется, а другая оставится, двое будет на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказал ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Вы знаете, о жене Лотове очень много говорится. И это определенный символ для каждого из нас, который показывает, как человек двигался в сторону спасения. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами обратились к книге бытия и напомнили каждому из нас вот это событие, вот это мероприятие, которое там происходило. Все прекрасно помнят, что Содом и Гоморра – это были самые развращенные города. И получилось так, что по разделению Авраама и Лота, когда у них возник некий конфликт по поводу пастбища овец своих, Лот выбрал землю непосредственно городов Содома и Гоморы. Почему? Потому что она была для него приемлема, она понравилась ему. Когда он пришел туда, то он обнаружил совершенно непостижимые вещи. Интересно, что в 19 главе мы видим очень много моментов, которые показывают непосредственно, кто такой был Лот. Лот занимал в Содоме и Гоморе определенное положение, социальное положение. Он сидел при воротах. Возможно, он был судьей, он имел вес своего голоса в той округе, где находился. И вот, получается, после разговора с Авраамом, два ангела пришли в Содом и Гоморру. Настал тот момент, когда ангелы должны были выполнить суд Божий над этими двумя городами. Интересно, что эти города, где находилось развращенное общество, они совершенно не ждали Господа, они совершенно не знали о Господе. И пребывание Лота там, в этом городе, оно никак не меняло их обстановку. Оно никак не меняло их отношение к Богу. Ангелы пришли, и Лот начал просить их непосредственно к себе домой. На что они возражали? Они хотели ночевать на улице, но он упросил их прибыть к себе домой. И вот, какая интересная вещь получилась. Когда они вошли в дом Лота, то люди, которые находились в этих городах, они собрались вокруг этого дома Лота и начали стучать и говорить, чтобы Лот выдал им этих пришельцев, дабы над ними поиздеваться и поглумиться. Лот же, совершенно другого мнения, это восточная традиция, и он показывает о том, что он несет ответственность за сохранность своих гостей. Но заметьте, как он отвечает. Лот вышел к ним, ко входу, и запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно. Только людям этим не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего». Ответ получается таким образом, что Лот защищает своих гостей, но он идет на определенный компромисс. Пребывание непосредственно в Содоме и Гаморе для Лота не осталось, знаете, как безрезультатным. Зная Бога Великого Всемогущего, эти моменты, которые проявляются в его жизни, эти ответы, которые проявляются в его жизни, показывают, что он где-то, возможно, шел на какие-то компромиссы. Что он, да, он мучился в душе своей по отношению, находясь в Содоме и Гаморе, но он уже где-то начинает привыкать к этим моментам. И он говорит о том, что «Давайте возьмите моих же дочерей, давайте выберем, может, меньшую зло, что бы вы сделали, но не трогайте, пожалуйста, моих гостей». Следующий момент, когда уже приходит такой пик и ангелы все-таки решают эту ситуацию, что ослепляют всех горожан этого города, и они не видят дома и не могут забраться в этот дом, они непосредственно рассказывают и говорят Лоту, чтобы он уже начал собирать свои вещи и начал собирать своих родных. Он обратился к зытьям, это 14 стих 19 главы. Зытья, конечно же, ему не поверили. Вы знаете, я задам один интересный вопрос каждому из нас. С этим вопросом я иду по жизни уже довольно-таки давно. Мы часто находимся в этом мире, и по сути этот мир такой же, как Содом и Гамора, по крайней мере, он приближается к этому. И ни для кого не секрет, что настанет тот момент, когда настанет суд Божий. И вот этот суд Божий, он будет настолько страшен, что ни одна душа не спасется. Вокруг нас есть родственники, вокруг нас есть близкие родственники, дальние родственники. И как часто мы говорим непосредственно этим родственникам о Боге. Лот заговорил с родственниками о Господе, о том, что случится катастрофа этого города один раз. Мы не видим до этого, что он говорил о Боге с ними. Почему мы так говорим? Потому что его непосредственно слова, они поверглись детей в смех. Они думали, что он шутит, что не может быть такого. Сам Лот, он непосредственно становится каким-то пассивным человеком. И это впоследствии мы увидим в отображении действия жены. Когда уже настала заря, и ангелы торопили Лота, то Лот начал медлить. Он был не бедным человеком. Он имел определенный социальный статус в этом городе. И вот случился тот момент, когда ему нужно было все оставить, он начал медлить. Ангелы взяли его подругу, вывели за город и сказали, спасайся, не оглядывайся, иди на ту гору. Но получилось так, что Лот упросил, чтобы пойти в другой город, город Сигор. И во время этого движения в город Сигор, когда они уже практически дошли, Господь совершил суд. Единственный, кто не дошел до этого города, это была жена Лота. Она оглянулась и стала соляным столбом. Что эта история непосредственно нам говорит? Часто Иисус Христос напоминает нам о том, что вспоминайте жену Лота. Почему она так важна для каждого из нас? Мы тоже движемся по направлению к спасению, идем по направлению Царства Небесного. Возможно, Господь нас вытащил из определенной глубины греха и поставил на твердый камень и сказал, дружище, иди ко спасению, беги, но не оглядывайся ни на сколько, не оглядывайся, что будет происходить. И вы знаете, многие христиане так и делают. Они не оглядываются, достигают цели и благодарят Господа за то, что Господь помог им в этом пути. Но есть и некоторые христиане, подобные жене Лота, которые в сердце своем держат вот это земное. Возможно, она оглянулась с каким-то переживанием, ведь там же может быть какие-то персидские ковры, может быть, они оставили большой мешок золота или денег, может быть, у нее там были знакомые или какие-то веселья, которые она проводила непосредственно в Содоме и Гаморе. Вы знаете, это ее больше беспокоило, чем дойти до Сегора. Как сегодня дело обстоит в нашей жизни? Мы ведь тоже движемся по направлению к Царству Небесному. Что в нашем сердце непосредственно лежит? И оглядываемся ли мы назад на Содоме и Гамору, откуда Господь когда-то нас вывел? Какие могут быть оглядывания? Первое – это сожаление, что мы идем по пути спасения. Вы знаете, я иногда задаю такие вопросы и спрашиваю некоторых верующих людей. Рад, счастлив он в том, что он стал христианином? Вы знаете, я получаю неоднозначные ответы. Кто-то говорит, вот если бы чуть-чуть попозже я бы наделал делов и перестал бы это делать и пошел бы уже с чистым сердцем и чистой душой. Другие сожалеют о том, что какие-то вещи они не попробовали в этой жизни. Третьи люди сожалеют о том, что они вот сейчас не могут как-то себя реализовать, потому что христианские нормы и морали, они не позволяют им это сделать. И вы знаете, вот это сожаление – это как корень, ядовитый корень, который проникает в сердце людей. Это сожаление, оно просто-напросто съедает наши мозги и в конце концов человек просто отходит, падает и точно так же, как жена Лота, оборачивается постоянно назад. Иисус Христос сказал в следующие слова, что кто взялся за плуг и оборачивается, тот неблагонадежен для Царства Небесного. Вы знаете, интересный момент, слово «благонадежный» – это тот человек, на которого можно положиться. Так вот, человек, который постоянно оборачивается, это тот человек, на которого нельзя никогда положиться. Он неблагонадежен для Царства. Он ничего целиком делать не будет. Он не будет получать каких-то хороших результатов от своего движения. Второе – как можно оглядываться? Оглядываться можно следующим образом. Когда мы живем жизнью компромиссов. Вроде мы и в церковь ходим, но в то же время мы и согрешаем. И грех уже настолько стал приятен нам, в нашем сердце, что мы не можем просто разделить нашу духовную жизнь от плотской жизни. Такие люди, они близки к падению, и они постоянно распинают в своем сердце Иисуса Христа, о чем пишет автор послания евреям. И третье – как можно оглядываться? Это просто иметь постоянно плотские желания. Эти плотские желания, они постоянно влекут нас в сторону Содома и Гаморы. Христос сказал следующие слова. «Где золото ваше, там и сердце ваше». И вот зарабатывание вот этой драгоценности, где она находится, туда нас и больше всего тянет. Если мы больше стремимся зарабатывать сокровища здесь, на земле, то и сердце наше, оно здесь будет находиться. Но если мы зарабатываем сокровища на небе, то и сердце наше будет стремиться к небесному, и мы будем смотреть непосредственно на Иисуса Христа и преодолевать вместе с Ним этот тяжелый путь. Жена Лота. Вы знаете, мы много можем говорить о том, что она виновата, о том, что она повернулась, она не была до конца верна, она не послушалась ангелов, и таким образом Господь ее наказал. Но мы замечаем одну интересную вещь. Иисус Христос, Господь устанавливает в Священном Писании определенный порядок. Порядок, где говорится о том, что над женщиной стоит мужчина, а над мужчиной Иисус Христос. Это семейный порядок, порядок непосредственно союза между мужчиной и женщиной. И многие говорят о том, что, и в Писании написано о том, что мужчина является священником в доме своем. И вы знаете, если посмотреть сегодня на семьи, христианские семьи, то проблема совершенно не в женах. Они, возможно, и поворачиваются постоянно куда-то. Проблема в первую очередь заключается в мужьях. Может, где-то мы неправильно обучаем наших жен. Может, меньше мы стали обращать внимание и заниматься их духовным состоянием. Ведь когда женщина в какой-то суете, она постоянно изо дня в день теряет, может быть, те слова, которые Господь сказал, не оборачивайся. И мужчина был создан, Адам был создан для того, чтобы защищать Адамский сад и то, что в нем находится. И на сегодняшний момент мужчины, и я в том числе, мы призваны для того, чтобы защищать наши семьи, как священники в доме своем. Чтобы ни одна стрела, которая летит от дьявола в наши семьи, она не касалась женщин, и не касалась наших жен. Ведь жены имеют определенную интересную тенденцию, они эмоциональны. Мужчины более логичны. И вот эта логика, она позволяет нам отражать разные атаки. Жена Лота, она оглянулась, возможно, потому что Лот, это чисто мое мнение, я не буду оспаривать, возможно, Лот просто не общался с ней, он не занимался духовно ее ростом. И у нее было сердце прилеплено больше к земным благам. Дорогие братья, как часто мы проводим время, как часто мы проводим время в изучении Писаний с нашими женами. Ведь от этого зависит стабильность наших семей. От этого зависит стабильность церковной, духовного роста. От этого зависит непосредственно, какие дети вырастают в этих семьях. Дальше, если мы будем читать 19 главу, то мы видим совершенно не очень хорошее воспитание этих двух дочерей Лота. Они совершили грех, и впоследствии результат этого греха повел то, что племена выросли, которые постоянно воевались с израильским народом. Все, что мы делаем, все, что мы сеем, мы и пожинаем. Если в семьях нет изучения Священного Писания вместе с женами, вместе с детьми, если нет времени, библейского времени, для того, чтобы проводить и наставлять, назидать семейных, родственников, то есть большая опасность стать соляным столбом. И я очень хотел бы надеяться на то, что в этом зале сегодня нет ни одного соляного столба. А если таковые есть, то есть время покаяться, и примириться с Господом. Пусть Господь даст нам мудрости не оглядываться назад, но наоборот смотреть на Христа и преодолевать различные испытания с Его силой. Слава за все Ему! Аминь! Будем молиться! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!